5000 за доступ к цифровому ТВ. Югорчане могут получить компенсацию за ресивер и антенну для просмотра телевидения в высоком качестве. Напомню, обычное телевидение отключат уже в начале следующего года. Переход на цифровое вещание значительно увеличит число доступных каналов и предоставит более широкие возможности для выбора телепередач. Как определить, подходит ли ваш телевизор для просмотра цифрового вещания? И кто оплатит покупку ресивера в следующем сюжете? Югорчане оцифровываются. Качественная картинка и отличный звук теперь будут доступны в комплексном центре соцобслуживания в Югорске. Получатели услуг смогут смотреть бесплатно в отличном качестве 10 общероссийских обязательных каналов. Такой подарок учреждение получило в рамках окружной акции 20 новых зрителей. Сегодня в рамках исполнения федеральной целевой программы «Цифровая Россия» региональной телерадиовещательной сетью в городе Югорск поступила одна приставка для получения сигнала телевидения в цифровом формате. И было решено, что это оборудование будет передано в отделение сферы для инвалидов и для пенсионеров. Не секрет, что мы сегодня переходим на новый формат получения сигнала телевидения, цифровой формат. И для этого необходимо жителям города подготовиться. Где-то, как в Нягоне, приставки решили разыграть. В городе организовали викторину, посвященную телевидению. Молодец, что выиграл, принимал участие с просмотром цифрового телевидения. Было очень легко, потому что все ответы находились в этой же группе. Нужно было просто повнимательно почитать посты, которые там выкладывали. Ну, очень рада, что выиграла. Думаю, конечно. Ну, я телевизор не смотрю, но, думаю, родители смотрят постоянно, так что им пригодится. Большинство телезрителей уже смотрят передачи в цифре, принимая мультиплекс из 10 каналов на обычную антенну. В середине января общедоступные федеральные каналы полностью перейдут в цифровой формат. Чтобы не остаться без любимых передач и фильмов, нужно подготовиться. Для готовности надо иметь современный телевизор с поддержкой формата общероссийского DVB-T2 цифрового для принятия первого-второго мультиплекса. На данный момент мы вещаем первый мультиплекс 10 каналов, скоро будем запускать тестовый режим и второй мультиплекс еще 10 каналов дополнительно. Есть ли у человека и дециметровую антенну. Если же телевизор старого образца не поддерживает нужный формат, понадобится цифровая приставка с поддержкой того же стандарта. В обеих случаях для приема телесигнала нужна дециметровая антенна. Цена приставки начинается от 600 рублей и продается в любом магазине бытовой техники. Настроить ее не составит труда, говорят специалисты. Если вопросы все же возникнут, их можно задать по телефону горячей линии. Ее запустила российская телевизионная и радиовещательная сеть. Ничего сложного в принципе нет. Там делается автопоиск каналов в настройках. В принципе, в доступном языком, в любом, так сказать, описании этой приставки все написано. Расходы льготным категориям граждан в нашем округе компенсирует Центр социальных выплат Югры. Компенсацию можно оформить через портал госуслуг или отправить документы почтой. Выплаты могут получить более 20 тысяч югорчан. В льготный список попали ветераны и члены семей погибших участников Великой Отечественной войны. Бывшие несовершеннолетние, узники концлагерей, неработающие, одинокие пенсионеры, малоимущие семьи. На текущий момент в округе подали более 300 заявлений. 136 югорчан уже получили компенсацию. Ее сумма до 5 тысяч рублей. Виктория Редькина, Елена Келян, телерадиокомпания «Югра» при поддержке Нягонского телецентра и Югорского информационного центра.